МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Беларуси стартовала масштабная вступительная кампания. Баргу принимает первых абитуриентов. Специалисты Барановича Римстроя продолжают работы по укладке плитки на тротуарах. Комбайнеры из Барановичского района первым в Брестской области намолотил тысячу тонн зерна. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Весть о Барановичи». На утро 12 июля сельскохозяйственные организации Республики Беларусь намолотили более 1,1 млн тонн зерна с учетом рапса. В этом году первый миллион тонн зерна намолотили почти на две недели раньше, чем в 2023 году. Убрано 12% площадей зерновых и зернобобовых культур без кукурузы, гречихи и проса. Урожайность зерна составляет более 33 центнеров с гектара. При этом ожидается ее рост. По урожайности традиционно лидируют сельхозорганизации Гродненской области. Перед белорусским сельским хозяйством стоит задача выйти на 80% отечественной селекции. В текущем году уже заложены семенные посевы для получения семян и засева площадей. Планируется, что в следующем году аграрии приблизятся к этой цифре. В Беларуси стартовала масштабная вступительная кампания. Вузы ранее завершили прием документов от цивиликов. Теперь очередь тех, кто конкурирует в рамках общего конкурса. Барановический госуниверситет принимает первых абитуриентов. В Беларуси начинается основной прием документов на получение образования в высших учебных заведениях страны. Это время самых напряженных и ответственных дней в жизни абитуриентов. Парни и девушки не просто определятся с местом учебы, но и с будущей профессией. В Барановическом государственном университете сегодня многолюдно. Не дожидаясь 9 часов утра, ребята и их родители выстраивались в очередь, чтобы подать документы. Радует то, что Баргу выбирает достаточно много молодых людей из других регионов. Очень радует, что Барановический государственный университет выбрали большое количество абитуриентов. Это подтверждает количество абитуриентов, находящихся в здании приемной комиссии. Барановический университет в 2024 году планирует набрать 813 абитуриентов. Из них 567 – это бюджетные места, как для дневной, так и для заочной формы получения образования. На условиях целевой подготовки победителей университетской олимпиады уже зачислены 58 абитуриентов. То есть на основной этап бюджетных мест осталось всего лишь 509. Напомню, несовершеннолетние могут подать документы только в присутствии родителей или законных представителей. При себе необходимо иметь аттестат об окончании 11 классов или диплом колледжа, сертификаты С и ЦТ, а также школьную характеристику. На протяжении всей вступительной кампании вузы будут информировать о ходе подачи документов. Данные на сайтах, информационных стендах и в личных кабинетах традиционно будут обновляться каждые 3 часа. Хотелось бы напомнить абитуриентам, что прием документов для участия в конкурсе на бюджетные места с 12 по 17 июля на платные формы обучения документы можно подавать с 12 июля по 1 августа. Но если по вашей специальности необходимо сдавать внутренние вступительные испытания в учебном заведении, то вы также должны, как и бюджетники, подать документы в период с 12 по 17 июля. В текущем году вузы планируют принять около 50 600 абитуриентов, при этом 31 400 на бюджет, 19 200 на платную основу. По итогам января-мая торговля занимает второе место по вкладу в рост волового регионального продукта Брестской области после обрабатывающей промышленности. В юго-западном регионе функционируют более 18 тысяч объектов розничной торговли. Растет покупательная способность, принимаются меры для улучшения обслуживания, в том числе в сельской местности. Для Брестской области отрасль очень значима с экономической и социальной точки зрения. Из года в год растет ее вклад в ВВРП. В торговле трудится огромный коллектив – более 70 тысяч человек. Ремонт тротуаров – неотъемлемая часть развития города. Чтобы сделать городскую среду комфортнее и безопаснее, в Барановичах большое внимание уделяют обновлению пешеходных дорожек. Специалисты Барановича Ремстроя продолжают работы по укладке плитки на тротуарах. Тротуары – важнейшая часть здорового города, тем более центральные. В Барановичах в этом году хорошими темпами идет ремонт пешеходных дорожек. Специалисты предприятия Барановича Ремстрой снимают старую сенажную плитку на участке улицы Комсомольской по левой стороне – от Притыцкого до Куйбышева. Для того, чтобы новый тротуар выглядел максимально эстетично, все деревья, растущие посреди пешеходки, будут украшать незамысловато выложенная плитка. Помимо этого, совсем скоро новую одежду примерит тротуар на улице Парковой. Дорожники уже сняли асфальт, который давно пришел в негодность на участке от торгового дома ДДМ до университета. Здесь будет уложено покрытие из мелкоштучной бетонной плитки. Уже появился бортовой камень. Как отметил директор предприятия Виктор Сычевский, в ближайшее время будет восстановлено нарушенное благоустройство после реконструкции теплотрассы на углу улиц Курчатого и Притыцкого. Параллельно ведется ремонт дорожного покрытия в учреждениях образования. Кроме того, Баранович и Ремстрой продолжают благоустраивать дворы многоэтажек. В этом году запланировано обновить 17 дворов вблизи 22 жилых домов. Как ранее сообщала городская ЖКХ, при выполнении работ возможно нарушение существующих газонов, цветников, асфальтобетонного покрытия. Восстановление будет выполнено после завершения основных работ. Леса всех районов Беларуси в связи с установлением третьего класса пожароопасности ограничены для посещения. Это означает, что в лес можно заходить только пешим людям. Полных запретов на посещение пока не установлено. В течение дня в связи с установившейся жаркой погодой ситуация может меняться. Получить данные о принятых мерах ограничительного характера можно на официальном сайте Министерства лесного хозяйства. Накануне помощник президента инспектора по Брестской области Валерий Вакульчик I, заместитель председателя областполкома Дмитрий Городецкий, глава Барановичского района Роман Жук, чествовали экипаж сельхозпредприятия Крошин, намолотивший на Брещене первую тысячу тонн зерна нового урожая. Поздравление принимал Игорь Габрик. Старший комбайнер Игорь Гаврик из хозяйства Крошин первым в Брестской области намолотил тысячу тонн зерна. Эта уборочная для хлебороба уже 18-я. Ежегодно его экипаж демонстрирует высокие результаты и неоднократно становится победителем областных дожинок. В 2024 году уверенно держит марку. Церемония чествования предвека прошла традиционно на хлебной ниве. Урожай хороший, настроение хорошее, до тысячи, так вот потихоньку, потихоньку и день за днем, видишь, уже и дошел до тысячи тонн. Это очень приятно, конечно, на новой технике, стичь таких успехов. Это для меня радость и гордость для моего хозяйства. Игорь Гаврик из семьи потомственных аграриев. Трудовой стаж около 120 лет. Так на хлебной ниве трудились его бабушка и дедушка. Работает в поле отец Владимир Анатольевич. Супруга Екатерина – ведущий агрономии, председатель профсоюзной привычки хозяйства Крошин. Игорь Гаврик – герой сегодняшнего дня. Подчеркнул во время церемонии помощник президента инспектора Побреевской области Валерий Вакульчик. Сочетание белоруса с белорусской техникой – это сильнее любых других западных, империалистических, американских, немецких и других произведений, несмотря на их разокламированность, показную крутость. Но у нас лучше. Вот и результат. При том, что пока американец набирает бункер, белорус набирает два. Вот вам и результат. Хлеборубу понадобилось всего лишь пять дней, чтобы на новом комбайне «Гомсельмаш» преодолеть заветный рубеж, намолотив тысячи тонн зерна нового урожая. И это при том, что Барановичский район последним включился в уборочную страду. Ценные подарки Игорю Гаврику вручил начальник управления рекламы и показы техники «Гомсельмаша» Николай Соболь. Это хороший показатель на нашем комбайне. Даже учитывая, если на полях мы видим наш комбайн и импортный комбайн, то наш не уступает. Даже лучше идет, чем импортный комбайн. Первый наработал тысячу тонн. В Крошине компанию в этом году начали примерно на 10 дней раньше обычного. Стартовали хлеборобы с жатвой озимого ячменя. Убрали его в течение шести дней. В это время в хозяйстве появился первый тысячник на перевозке зерна – Вячеслав Трус. А 9 июля начали убирать озимую пшеницу, которая уже подошла по срокам созревания. После двух дней уборки появился первый тысячник Игорь Гаврик. Двухтысячники не заставят себя долго ждать, уверен директор Крошина Иван Заяц. На сегодняшний день имеем по озимому ячменю урожайность 70,5 центнеров с гектара. Начали озимую пшеницу, имеем 77 урожайных зерна. Ну, это только начало, поэтому лучшие поля еще впереди. Я думаю, что урожайность не должна упасть. Значит, всего у нас под уборку подлежало 5300 гектар зерновых, зернобобовых, в том числе и рапса. В целом, обстановка положительно стабильная на полях первого региона. Погодные условия благоволят уборке зерновых культур. Кроме того, прошедшие недавние дожди позволяют расти и развиваться таким культурам, как кукуруза, сахарная свекла. Массовая уборка зерновых начнется примерно через 7-10 дней. У нас 350 тысяч гектар зерновых, уборочный наш клин. Поэтому активно приступили, закончили уже уборку озимого ячменя, намолотили почти 125 тысяч. Это где-то почти на 20 тысяч больше, чем в прошлом году. Вот, сейчас активно ведется уборка рапса. Уже почти 45% тоже убрали. Ну, результаты достаточно хорошие. Сегодня по рапсу имеем больше 30 центнеров с гектаров урожайность. Сейчас, исходя из фаз физиологической готовности зерновых, потихоньку входим к уборке всех остальных культур. Труженики настроены убрать урожай качественно, не потеряв ни единого зернышка и в сжатые сроки. Работать готовы с полной отдачей. 12 июля православные верующие отмечают День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Во всех православных храмах в этот день проходят торжественные богослужения, посвященные этим двум великим последователям Христа. Из истории известно, что почитание этих святых началось практически сразу после их казни, которая случилась из-за их широкой проповеднической деятельности. В IV веке равноапостольным Константином Великим были воздвигнуты храмы в честь апостолов Петра и Павла в Риме и Константинополе. На Белоруссии существовала легенда, что Христос приказал поститься перед Петром 12 дней по количеству святых апостолов. Поэтому этот пост еще называют апостольским. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин